Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале ЕйТиВи. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Оставили без изменений. Крымско-татарский активист Эдем Бекиров останется в Симферопольском СИЗО до 11 февраля. Так постановил оккупационный суд. Бекирову каждый день становится хуже. В зал суда крымчанина не привезли. Он участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. Вместе с ним в изоляторе был и его адвокат Алексей Ладин. Он рассказал об условиях содержания и о том, что его подзащитного не лечат. У 57-летнего Эдема Бекирова инвалидность. У него ампутирована нога, которая из-за сахарного диабета не заживает. Бекиров недавно перенес инфаркт и операцию на сердце. Крымчанина российская ФСБ задержала на въезде на аннексированный полуостров 2 декабря прошлого года якобы за хранение боеприпасов. В Крым Бекиров ехал проведать 78-летнюю мать. Немедленно освободить военнопленных украинских моряков призвали Россию в Европейском Союзе. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей. Там также призвали предоставить срочную медицинскую помощь Эдему Бекирову и Павлу Грибу, а также допустить международных наблюдателей по правам человека в аннексированный Крым. Спасенные у берегов Турции украинские моряки в Анкаре. Они почти дома в посольстве Украины в Турции, сказал украинский посол Андрей Сибига. Крушение грузового судна произошло 7 января из-за сильного удара волны. В аварии погибли четверо украинцев. На борту было 13 членов экипажа, а 11 граждан Украины. Всего погибли 6 человек. Корабль перевозил уголь из российского порта Азов в турецкий Самсун. Ну да, услышала тревога. Все побежали тоже за своим костюмом, за спасательным жилетом. Прибежали на корму, начали его одевать. Уже был большой крен. Буквально спускались на спине, то есть надо было лежа уже только в воду падать. Но ощущение было, что это вечность. Потому что вода попала в костюм. То есть ноги сразу стали холодными. Ну уже когда вертолет увидели, так немножко как-то духом воспрянули. Отбить атаку противника без единого выстрела. Подразделения усиления украинской армии ежедневно по несколько часов оттачивают тактику и технику ведения боя. Они должны быть готовы в любую минуту прийти на помощь бойцам на передовой. Как проходят занятия, смотрите далее. 26-летний Дмитрий – командир взвода. Он руководит бойцами, которые старше его. Я чувствую большую ответственность. Все бойцы старше меня. Но они беспрекословно и ответственно относятся к приказам. Выполняют их всегда на отлично. Короткий инструктаж и бойцы на позициях. Увага, отделение. Изменяйте позиции. Задача учений – отбить атаку противника. Все происходит возле жилых домов, поэтому стрелять нельзя. Пальба условная. Подобные тренировки проходят практически каждый день, признаются армейцы. Благодаря нескольким часам практики подразделение постоянно в боевой готовности. Во время преследования условного противника один из бойцов получает ранение в ногу. Задача подразделения – оперативно оказать медицинскую помощь. Одессит Николаев в взводе меньше месяца. Два года прослужил на флоте, а потом поступил в университет. Когда объявили военное положение, бросил учебу и пошел на войну. В Украине ввели военное положение, я пришел в военкомат. По моей просьбе был перенаправленный я в зону боевых действий. И так я здесь оказался. И на данный момент подписал контракт на три года, чтобы служить вместе с захистниками в чизне. Ну, это мне ближе по душе. И у меня семья бывшие военные все. Поэтому я с детства всегда мечтал пойти в армию. После боевой тренировки – горячий обед. С поваром повезло, говорят солдаты. На празднике Антон балует их традиционными блюдами. На рождество готовил кутю. И на старый Новый год планирую его в оливье приготовить. Домашнюю атмосферу планировать. Суп очень вкусный. Повар у нас просто от Бога. Нам с ним повезло. Цель учений достигнута. Условный противник ликвидирован. Раненый спасен. Анастасия Волкова, Александр Лахтин из Луганской области, ЮАИ-ТВ. Томас Абавта Кефалии, православная церковь, вернулся в Украину из Константинополя. Его подписали члены Синода Вселенского Патриархата. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ривном. Документ он привез вместе с Патриархом Филаретом. Глава государства назвал символичным, что после Киева Томас прибыл в Ривны, где верующие смогут увидеть реликвию. Также президент заявил о начале объединения украинского православия. Родственник может быть донором. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла информацию, что после принятия парламентом закона о трансплантации, такие операции станут невозможны. По ее словам, отсутствие единой государственной информационной системы не является запретом на них. Для ее создания министерство уже закупает программное обеспечение. Всего будет 9 реестров потенциальных доноров. 9 реестров. Один из них мы уже купили у литовцев через тендерную процедуру. Остальные 8 мы подали на тендер. И уже имеем разработчика, который будет их делать. У нас есть программа обучения трансплант-координаторов. Проходить оно будет в той же больнице, где будут проводить подобные операции. Мы хотим это сделать качественно. Более сотни тысяч пассажиров не могут вылететь из-за забастовок в трех аэропортах Германии. Кельмбон, Дюссельдорф и Штутгарт. Отменены почти тысяча рейсов. Об этом сообщили в профсоюзе Верди, который организовывает акции. Бастуют сотрудники, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Они требуют увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Забастовка началась поздно ночью и продлится до конца дня. Рейсы из украинских аэропортов Борисполь и Киев в Германию не отменены. Однако авиакомпании просят заранее проверять статус рейса на сайтах. Люди работают здесь семь дней в неделю в несколько смен. Их задача – оберегать пассажиров от различных террористических атак или других угроз. Их работа полна ответственности и стрессов. И это должно быть достойно оценено. Нам не нравится, что это задело интересы обычных людей. Мы не можем вылететь. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то зарплаты в этой сфере и правда не поднимались последние 15 лет. Вот и результат всего этого. Чрезвычайное положение в Ваварском Берхтесгадене. Город парализовала снежная стихия. Местные власти призывают армию помочь в борьбе с непогодой. Больше расскажет Александр Кулибаба. Метровые шапки снега на крышах домов, деревья ломаются под весом осадков. Так заснеженный южный немецкий город Берхтесгаден выглядит с начала недели. Здесь не работают школы, не курсируют поезда. Местные власти не справляются с расчисткой улиц и домов. Ввели чрезвычайное положение и просят помощи у военных. Мы ожидаем, что сегодня выпадет еще до полуметра снега. Его необходимо убрать с крыш общественных и частных зданий. Помочь может только армия. Местные жители утверждают, осадков аномально много. Таких снегопадов в городе не видели уже несколько десятилетий. Это правда, что выпало очень много снега по сравнению с предыдущими годами. В моем детстве все было совершенно иначе. И это было нормой. С начала января из-за сильных снегопадов на юге Германии и в Австрии погибли 9 человек. Накануне региональный поезд застрял в снегу в немецком Шафлахе. На помощь машинистам и пассажирам пришли дорожные рабочие. Состав откапывали вручную. А в соседней Австрии железнодорожникам пришлось спасать попавшую в беду серну. Животное оказалось рядом со снегоуборочным поездом в момент, когда водитель высыпал снег на обочину. Как только рабочим удалось освободить животное из-под завалов, серна убежала в лес. Александр Кулебаба, UATV. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала UATV.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей уже буквально через пару часов, поэтому не переключайте. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok